здравствуйте сегодня будут обычные будни снимаю я один поставил камеру на уровне своей головы и я думаю что вы сейчас будете видеть примерно то же самое что и я снимаю без лены без оператора поэтому может быть где-то будет не в фокусе потому что я не могу смотреть сразу и на то что я делаю и на монитор камеры поэтому за качество сразу извиняюсь но я думаю что что-то полезное будет видно итак сегодня обычная рабочая неделя обычное рабочее время вот у нас есть такой стриптокарпус как видите посажен в 12 горшочек ему уже сейчас скажу последний раз он пересаживался в мае этого года сейчас у нас 11 месяц ну можно сказать прошло больше полугода до для стриптокарпусов это уже много смотрим что у нас тут вот есть хорошие листья видите вот одна такая хорошая крепкая розетка а есть старые листья стриптокарпус видно что не обслуживался вот он и цвел тут и много раз цвел с чего мы начинаем ну во первых сначала с обзора корневой системы корневая хорошая гнили нету это уже хорошо и так будем омоложать убираем все старые листья вы знаете я бы и вот этот лист тоже был брал бы он хороший с обратной стороны видите никакого краевого некроза нет но поскольку мы будем все равно омоложать то мы его тоже удалим можно было его и не удалять вот если бы я омоложал на на весну возможно я бы его не удалял но тут вот вы знаете вот здесь вот по поводу этого листа спорно как бы вот 50 на 50 скажем так вот 60 процентов моей интуиции говорит что его нужно удалять и 40 процентов говорит что его удалять не обязательно и что мы делаем мы должны вот видите старая шейка вот она же отсюда тянется да я сейчас покажу вот так вот раз разделю вот изначально стриптокарпус был аж вот здесь вот шейка и вот он вот так вот рос 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 в одну розетку что мы делаем вот все что вот здесь вот вот это это уже очень старая и тут очень самые старые корни поэтому мы просто просто давайте вот так вот отодрем или отдерем или когда теперь слегка снимаем вот здесь для чего мы снимаем с этой стороны немного но потому что видите рассетка розетка растет как бы вот в сторону в бог да и если мы здесь не снимем а нам бы ее бы чуть-чуть бы вот так вот она вот так вот росла нам бы чуть-чуть бы и вот так развернуть желательно и если здесь не снимать то здесь будет аж вот так вот как бы вот как было туда было как тут у нас вот оно было примерно аж вот так да то есть будет это выступать поэтому мы как бы снимаем здесь с этой стороны ровно столько чтобы когда мы розетку развернули чтоб она ну не выступала над поверхностью все я считаю что вот этих вот корешков которых здесь мы оставили вполне достаточно больше удалять не обязательно меньше меньше удалять не нужно то есть чем больше мы удалим корней тем больше нарастет свежей корневой системы и тем больше мы положим свежего субстрата но вот по общей массе вот смотрите сколько мы удалили и сколько мы оставили скажем так у наверно один к десяти то есть 90 процентов но может быть не 90 80 процентов мы корней со старым субстратом удалили и самое главное что мы удалили это самый старый субстрат который был у самой старой корневой у шейки по вот этому листу который я как говорил спорный да можно ли его сажать да его в принципе можно посадить особенно особенно лучше всего деток дают вот эти жилки которые ближе 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 к центру почему эти жилки ближе ближе к шейке розетки дают лучше деток потому что старение листа идет с края отсюда и краевой некроз возникает здесь этого краевого некроза хоть и не видно но все равно с края листа все равно он как бы вот грубо говоря возраст его старше старше не в смысле в том что край сначала вырос а потом ближе а в том смысле что старение вот здесь происходит быстрее я сажать не буду у меня этих деток достаточно я никогда не сажаю больше чем мне нужно потому что место всегда в дефиците поэтому поэтому мне не надо сорт какой же это сорт это было чау это было чау мне очень нравится этот сорт он очень мощный он само формирующийся он ну вы сами видите какой лист шикарный даже вот в старом субстрате и все равно и все равно он шикарно выглядит мне он очень нравится мощный беспроблемный формирует в одну розетку то есть не загущается да вот мы тут видели где-то да где что было я выкинул ну ладно уже не буду копаться в мусорке если у него розетки и нарастают какие-то маленькие то они нарастают пасынками как бы и они очень легко удаляются не за все равно они не загущают нравится мне этот сорт в плане роста цветы просто шикарно красивые а вот было видите вот на пасынах на листе и все еще где-то было так это я все выкидываю и мы сажаем и так смотрим естественно что тот горшок в котором он рос раньше сажать обратно нельзя он слишком большой поэтому любое омоложение любое вот в 90 процентах случаях омоложение стриптокарпус и не только стриптокарпуса вы смотрели елена елену как она омоложает свои бегонии до всегда идет с уменьшением размера горшка так у нас был в 12 и это мы теперь посадим в девяточку в девяточку вот в девяточку мы его и посадим по когда он укоренится тогда мы его уже посадим в одиннадцатый размер а пока пока в девяточку и не больше сейчас мы еще даже чуть-чуть обдерем так по поводу старого вот этого субстрата можно ли его использовать как-то вторично я понимаю люди людям жалко мы не используем потому что он уже хоть промывая его хоть не промывая его он будет некачественный и ну как бы вам сказать это все равно что все равно что с свои собственные отходы перерабатывать и затем повторно кушать можно ли да можно но мышь не голодаем как бы да и субстрат у нас качественно есть поэтому не прибедняемся что я делаю с этим старым субстратом я его выношу на огород вот просто на огород на компостную кучу его выношу так сначала я подпишу что это было чел тут я зачеркнул тут у меня был не помню как пишется чел бы вачал о не помню ну ладно и я пишу всегда дату сегодня по моему какое числу сегодня мне кажется что сегодня 26 мы садим садим стараемся посадить посередине значит вот сейчас у нас декабрь и в общем то в декабрь говорю ноябрь дарин скоро будет декабрь и в принципе вот такое омоложение не обязательно делать в ноябре декабре если у вас естественное освещение не искусственное то есть если вы стриптокарпус и не подсвечиваете то в принципе омоложение можно делать феврале феврале то есть как бы все равно если света недостаточно цвести нормально стриптокарпус не будет поэтому можно было вот его оставить аж до аж до января месяца и омолодить вот так как я его сейчас омолодил в начале февраля вот но поскольку у меня в феврале работы и так много но их у нас и подсветка есть то я вот что-то омоложаю и сейчас чтобы сильно много не накапливалось так готово и вот я так ставлю на банку почему я на банку ставлю то что банка тяжелая и стриптокарпус не переворачивается не переворачивается и во вторых почему банка мне удобно когда я поливаю то вся лишняя вода стекает в банку и так ну по омоложению этого сорта все больше ничего с ним делать не нужно сорт любит этот хорошее освещение видите у него насыщенный цвет у него флавоноиды такие то есть он если его нормально светить много рассеянного света и можно даже утренние такое легкое солнышко он будет свести как вообще если света мало то он цветет одним двумя цветочками то есть ну вот как то так все стриптокарпусы в основном так этот не отличается от каких-то других сортов так сейчас все по поводу этого этого стриптокарпуса и я наверное еще что-нибудь поделаю с фрагментами может быть или с детками